Здравствуйте, мои дорогие! Значит, я с помощью Елены Борисовны Лурье и по ее инициативе попытаюсь что-то такое наживить. Тему, которую, собственно говоря, особо, наверное, некому наживлять. Может, только что Павел Корячков, он много работает в этом смысле. Речь идет о том, что огромное количество фонограмм, редких абсолютно, которые попадаются и которые мы раскапываем, волонтеры и я, время от времени, помимо радиозвука, который у нас на старом радио транслируется, он пропадает без вести, что называется. Ну да, я его опубликовываю, складываю. Помогает очень соцсети. И многие публикации взлетают до небес, не знают, чем она объясняется, и бывает даже по несколько миллионов просмотров на одну публикацию. Ну, скажем, когда нашелся Владимир Высоцкий, вернее, его отец Владимира Высоцкого, из которого известно было только 6 минут, а мы нашли в архиве Центрального дома, вернее, это ЦСДФ, Центрального студии документальных фильмов в архиве, который чудом спасен был, да, и нам передан на оцифровку, там вдруг Артем Анохин, мой помощник и партнер по проектам, сунул руку в этот массив, и первое, что он вытащил, это был руло, вернее, даже два километрового профессионального формата, на которых час, по-моему, 15 минут говорит отец Владимира Высоцкого. Мы просто обалдили, потому что то, что он говорит, это нигде не отфиксировано, расшифровок нет, это было снято в студии, вышло 6 минут на журнал «Кругозор», выборка какая-то, нарезка, и забыто. И когда мы выложили это дело, значит, захват этой только одной публикации, был 3 миллиона 600 тысяч аудиторий, 3 миллиона 600 тысяч человек. В итоге мы подарили на день рождения Старого Радио, там через пару месяцев, там, в марте, она была в декабре, в марте, подарили этот рулон Никите, внуку, в доме, в музее Владимир Носоцкого, с чего были очень рады, ну, потому что это должно быть у них, это оригинал, мы и мандали, звук у нас есть, мы так обычно и делаем, если мы находим владельца или родственников, какие-то фонограммы, или театры разные, куда только я не рассылал редкие фонограммы, это абсолютно разные города, и Тбилиси, и какой-то Красный Факел Новосибирский, и Ивана Франко, и еще ряд киевских театров, тоже украинских, что еще, речи украинки, много фонограмм находится, редких, особенно, когда это цифровал дом актера. Но я растекаюсь, значит, к чему, в общем, цикл? Цикл называется «Век. Звук». Самое прямое и короткое название, которое нам пришло снимать в голову. Без посредника, что называется. И хочется показать фонограммы, и, может быть, короткие шорт-стори, такие фонограммы, как вводные части. Почему мы показываем эту фонограмму? В основном мы отталкиваемся от найденного звука. И к нему мы рассказываем то, что можно дать к этой фонограмме. Для того, чтобы высветлить фонограмму. Возможно, те вещи, о которых говорит сам человек, или событие, это, может быть, вечер чего-то или кого-то, памяти кого-то, он где-то и описан. И, допустим, по литературе текст известен, частично, допустим. Но чаще всего, как правило, мы находим фонограммы, которых понятия никто не имел. Они давно-давно глубоко забыты, заброшены. И современной общественности они неизвестны. Очень часто, за последнее время, найдены несколько фонограмм Ракли Андронникова, которые специалисты не смогли... Вот Екатерина Шимохина, она специалист и искусствовед по Андроникому. Значит, первое, что я делаю, когда я нахожу Андроникова, которого уже нет еще, вернее, у меня на Старом радио в коллекции, я ей пишу, присылаю звук, она мне дает точную аннотацию, что это, когда это, и есть ли это. И, как правило, это находка, это открытие. То есть я считаю, что каждая фонограмма, которая не существует в нашем быту, это маленькое открытие, небольшой взнос в эту копилку, которая у нас сегодня такая страшнущая, такая гибнущая, и такая легко забываемая. Хочется удержать на весу вот этот вот мир фонографический, потому что гибнет все страшно, все страшно сильно. Вот примерно такая вводная. Значит, я набрал для сегодняшнего разговора несколько фонограмм, я буду ставить фотографию и буду что-то говорить, может быть, чуть-чуть подсчитывать, потому что не все возможно заполнить там, если вы хотите 10 фонограмм и все заполнить. Но Дмитрий Быков, наверное, бы так и сделал, у него компьютер же сумасшедший, и как бы отдаю ему должное, мы встречались, и было я у него на передаче, в качестве гостя, с Сергеем Борисовичем Пастернаком, кстати, на передаче, я приводил их. По поводу работы 12 вечера с Пастернаком, он сам нас приглашал. У меня есть фотография этого события. А я, конечно, не Дмитрий Быков, и у меня такой памяти нету, поэтому мне придется пользоваться шпарзалкой. Итак, поехали. Значит, первый отдать дань месту нашему Дому музея Бориса Пастернака, как раз будет и Пастернаке. Найдена совершенно недавно фонограмма, о которой никто не знал, не видал. Это разговор, не знаю, кто записывал, нам это установить не удастся. Разговор из записанной с небольшой, с Вениамином Каверином. И когда я его опубликовал у себя в соцсетях, родственница, его, наверное, внучка, написала мне, что да, вы не смотрите, у него несколько невнятная речь, потому что у него в это время, уже он старенький, была проблема с артикуляционным аппаратом. То есть, видимо, субами и так далее, и так далее. Но все, что он говорит, это бесценно, потому что он рассказывает, и мы сейчас это послушаем. Разговоры с Пастернаком, говорит он, были для меня очень затруднительные. Он мыслил совершенно особенно, особеннее, чем я и все остальное человечество. За этими «прыжками», в кавычках, через пропасти, уследить можно было, ну, минут 15-20, говорит он. А потом я уставал, я не мог просто поспеть за ним. И хочу сказать, что, перед тем, как мы прослушаем этот звук, что, конечно же, я привел здесь короткую... Ну, многие уже забыли, кто это и о чем, да? Но вот кодекс чести, так называемый, каверинский, я здесь привожу, и он звучит так. Это цитата, как и предыдущие. «Я придерживаюсь в жизни очень простых правил. Быть честным, не притворяться, стараться говорить правду и оставаться самим собой в самых сложных обстоятельствах». О чем это говорит? Что каверин никогда не присоединялся ни к каким гонениям, подписыванию списков антагонистического характера и так далее. Он сохранился и многих защищал. Вот, скажем, по серпионовым рейтям Михаила Зущенкова как мог, так и защищал. И многих других. То есть сейчас у меня нет задачи давать всю судьбу и подробности каверина. Я хочу дать звук. И в этой связи... Я живу в Передеткино пожалуй, около 30 лет. И совершенно естественно, что время-тремя я встречал Бориса Леонидовича на улице. Мы были знакомы, ну, так сказать, очень поверхностно, шапочно. Ну, вот он прочел мой большой роман, первую часть моей трилогии, открытая книга, и позвонил меня. Это само по себе было событием для меня. И сказал, что ему нравится, что это настоящая проза. Ну, прошло некоторое время. Эту мою книгу встречи в штыки сделали прямо из меня яичницу. Больше того, в правде появилась передовая статья, после которой я стал ждать крупных неприятностей. Я снова встретил пацанах, и он мне сказал утешительно. Ну, вы знаете, он говорит, это полоса в жизни такая. Ну, она пройдет у вас. А то, что вас ругают, ну, меня много ругали, и это ничего в моей жизни не меняло. И мы так поговорили, я почувствовал с его стороны такую сердечность. Ну, и с тех пор мы стали, встречаясь, разговаривать. Но разговоры с ним бывали для меня очень трудны. Но дело не в количестве знаний и в размере образованности, а в той манере, в которой он мыслил. А он мыслил совершенно особенно и тем я, и тем все остальное человечество. Я потом понял, что он оставляет в стороне, перескакивая через то, что он не считает существенным. Вот за этими прыжками через пропасти уследить можно было, ну, 15-20 минут. А потом я уставал, я не мог просто поспеть за ним. Вот он такой был человек. Во всем этом звучало, я бы сказал, постоянное и естественное ощущение счастья существования. Ну, мы не думаем, что нам повезло, что мы родились. А он не то, что думал, но у него в крови было чувство счастья, что он существует. Эта черта характерна и для его поэзии, конечно, в высшей степени. Я его поэзию прекрасно знал. Более того, я еще в 26-м году, мне было 24 года, на вопрос моего приятеля по серпеновому братству к Груздевым. Ну, как ты думаешь жить? Я сказал, я хочу жить, как пастернак. То есть у меня уже было представление о нем как о человеке, который представляет себе жизнь, исполненную долгом и литературой и абсолютно лишенную мыслей о выгоде для себе и так далее. Он был уже, как вам сказать, такой коренной житель Переделкина. Его знали прекрасно все. Недаром на его похоронах было больше рабочих и крестьян, чем интеллигентов. Любили его. Я стал встречаться с ним, с новым образом, у Ивановых. Но я был и у него, даже с сыном, студентом. И он очень как-то сердечно и заинтересованно стал разспрашивать о чем-то сына. Ему все было интересно. Каждый человек представлял для него какую-то пещеру, которую, надо было сказать, сезам отворить. И он отворял ее своим радушием, открытостью. Ну, и потом, конечно, помогал очень интерес к нему, потому что этот интерес был ключом, который открывал отношения. Ну, из этих встреч у меня запомнилась такая встреча. На этом вечере кого только не было. Был Капица, был Яр Крафсон, известный художник. Ну, был Федин, была Дора Сергеевна еще жива. Ну, попросили Бориса Леонидовича прочитать какое-нибудь стихотворение. Я не помню, какое стихотворение он прочитал, но помню, что он в середине забыл его. Он нисколько не смутился и продолжал это стихотворение в прозе. Причем, тут же он присоединял к смыслу этого стихотворения историю того, как он его написал. Это было необычайно интересно, потому что история стихотворения была уже как-то овеществлена. И это было очень трогательно. Со мной рядом сидела Нина Бажан. Я сказал ей, в него можно влюбиться. Она говорит, уже. Ну, он как личность, как центр, духовный центр поэзии всегда был для меня именно вот таким. вот я хочу сказать, смотрите, что такое вот эти археологии звука. Вот если бы не копали, этой фонограммой бы не нашли. Ну и как вам? Он бесценный, да? А это еще крупество, это еще воспоминание, которое мы не знали. Вот мы не знали. Вот я нигде не слышал фрагмента, может быть, там есть аллюзии разные в разных текциях, но вот конкретно фрагмента, да, он забыл, Мариус Иоаннович забыл свое стихотворение. Ну, как сказалось бы, курьез. Ну, какой курьез? Ну, это как художественный курьез, потому что, зная, мы все понимаем, что это за личность, да, какого уровня и масштаба, он мгновенно переходит и продолжает в прозе смысл стихотворения, плюс еще, знаете, как Набоков разбирал Евгения Онегина, помните комментарии Набокова к Евгению Онегину, когда он на каждое слово давал километровой простыни, уходят там куда-нибудь к Энею еще в трактовке, откуда там эти налоги и происхождение и так далее. Вот, вполне себе, это феерическое совершенно было действие, прослушившее стихотворение в прозе от самого же автора с ремарками, как и что он писал, и почему и куда это отсылается. Все потрясающе. А вот у нас свидетель, сам Каверин об этом рассказывает. Теперь смотрите, значит, между этими всеми фонограммами в принципе особой-то связи прямой нет, мы отключаемся от этого, хотя все равно будут какие-то, потому что они вообще-то тут все многие жили, и никуда не деваться нам от этих перекрестий, перекрестков. Ну вот следующее у меня по ходу стоит, это как бы была такая публикация парная, она была привязана к той мысли, что вот Солженицын и Борис Пастернак лауреата Нобелевской премии. И как, собственно говоря, как же это проходило? Мы знаем, как Борис Леонидович написал отказ от Нобелевской премии, мы знаем, что спустя десятилетия Евгений Борис Пастернак стоя на сцене и награждаемый Нобелевским комитетом награды отца, он ее получал, вы помните, да, он в своем ответном слове сказал для них уморительную фразу, он говорит, благодарю, ну примерно я по смыслу, благодарю за честь, что спустя несколько десятилетий я получаю награды вместо отца, хотя, к сожалению, материальное премию мы не получаем и есть зал грохнул от смеха, понимаете, то есть мы знаем эту историю и мы знаем вторую историю, значит, ну что было, Борис Пастернак первым единственным СССР, кто под давлением властей и развязанной бакханалии и всенародной травли, он вынужденно отказался и не смог лично принять Нобелевскую премию. Власть пошла в общем-то на абсолютно беспрецедентный политический шаг на глазах у всего мира. Они не могли не понимать, какой скандал из этого поднимется. Человек отказался от Нобелевской премии. Почему? весь мир спросит. Кто отказывается? Мы знаем примеры в Германии и так далее. А вот в отличие от Александра Солженицына, он тоже повторил этот путь, но он смог получить эту Нобелевскую премию и мог получить ее, но нужно было лично в ресурсе. Таковы условия Нобелевского комитета и устава, видимо, Нобелевская премия или правила, что никому заочно не пересылайте по почте эту премию. Надо быть лично. Если ты лично не можешь прийти, не важно, под кем обстоятельством, значит, награждение откладывается. Решение принято, но церемонии не происходят. Вот что было? Значит, в 70-м году Солженицыну присудили Нобелевскую премию, но выехать он не рискнул, потому что боялся, что его назад не впустят. А у него тут все. Семья там, архивы его, работы и все так и прочее. И они стали через представителей ходатайствовать о том, чтобы Солженицын получил... Они не знали этих правил. Видимо, они говорят, но в связи с невозможностью личного присутствия, по тем и иным причинам, данным, что это и политическим, они обратились к Нобелевскому комитету и посол Швеции передал ответ, отрицательный ответ Нобелевского комитета, но в сердцах Солженицын отказался от получения награды, посчитав категоричность условий оскорблением самой Нобелевской премии. Это их цитата. Понимаете? Какие страсти разгорались. И стоит здесь заметить, что Хрущев, кстати, это касаемо этих судей, в данном случае касается работы доктора Жемага, что перед своим падением Хрущев пригласил к себе Илью Оренбурга и посетовал ему, что затравили Пастернака напрасно, что он доверил Крикарпову и Суркову очень известная история, а когда сам нашел время просмотреть роман, понял, что вывели в заблуждение, но было поздно. Это, кстати, цитата уже Ольги Венской. Но я тут пишу, что мне кажется, что сама ремарка, она умаляет одно из главных значений опального романа Бориса Леонидовича Пастернака доктора Жемага, а именно дело-то в том, что необычание свободы написания романа. Во времена тотальной лжи, маскировки и повсеместного изопового языка перевернуться и сказанного, когда слово произнесенное имело несколько поспорных смыслов одновременно и даже интонация могла сыграть злую шутку с говорящим, он написал абсолютно свободный роман без всяких вот этих беспринесных. И я здесь предлагал и предлагаю послушать стихотворение, которое читает сам Борис Леонидович Пастернак, моё любимое, которое уже здесь звучало, но в этой программе прозвучит это стихотворение «Август», которое мы опять же нашли на пленке старый и которого до нас и до публикации с позволения семьи Пастернака и Елены Леонидовны в частности никто не слышал и они не слышали, потому что эта пленка лежала до той поры, пока не смогли цифровать на профессиональном обороте, не вытащить звук, потому что она очень ветхая, звук был очень слабый. Для того, чтобы мы услышали его, как он сегодня звучит, пришлось затратить очень много реставрационных работ. Значит, это первый будет август. А второе, я дам кусочек маленький, это все из этой же публикации, как сказал Женистин, читая свое произведение «Матрёнин двор». Кстати, по этому, как раз, когда Анна Андреевна Ахматова прочитала «Матрёнин двор», она сказала, это пострашнее Иван Денисовича будет. Там можно все на культ личности спихнуть, а тут, ведь у него, ведь это у него не Матрёна, а вся русская деревня под паровоз попала и в Древнский. Это цитата Анны Андреевна. А я, когда читала книгу «Матрёнин двор», я плакала, а я редко плачу. Вот такая история. Значит, сейчас слушаем первое стихотворение. Как обещал, не обманывая, Проникла солнце утром в вану, Коцовой полосой шафранывая От занавеси до дивана. Оно покрыло с жаркой охраной, соседний лес, дома посёлка, мою пастилю, подушку мокрую и края стены за книжный полок. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводе шли по лесу вдруг за дружкой, вышли за поезд, в розь и парни. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня, 6 августа, поставлено, преображение Господне. Обыкновенный свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень ясной, как знание к себе приколит в золото. И вы вошли сквозь мелкой нищенский ногой трепещущий орушанник в эмбирно-красный лес клубищенский, горевший, как печатный пьян. С притихшими его вершинами соседствовало небо важным и голосами петушины перекликалось данное прозрение. В лесу казенном землянешую стояла смерть среди боговосток, смотря в лицо мое умершую, чтоб вырыть ямами на порозе. Был в силе ощутим физически спокойный голос чей-то реальный, то прежний голос мой правительский звучал нетронутый распадом, прощает глазурь преображенскую и золото второго спаса. Смягчи последней лаской женской мне горечь второго часа. Прощайте годы безвременящие, простимся без унижений бросающие вызов женщине, я боюсь его сражения. Прощает размах крыла расправленной, полета вольное упорство и образ мира слави ягод и творчество и черепот. По поводу прощения Пастернака и стихотворения, мы это уже обсуждали, но здесь скажу еще раз. Мне пришло в голову и со мной допустим семья Пастернаков согласилась, в частности Елена Леонидовна Пастернак как бы не опротестовала предположение о том, что эту пленку записи нескольких стихотворений Пастернака КГБшная так называемая пленка на прослушке честа Сергея Балашова на квартире, я предположил, что во-первых, это, как Евгений Борисович сказал, только что написанные стихи. Отсюда следующий шаг в моем предположении, что раз он их читает за этим застольем, как только что написанные, то вероятнее всего у нас на слуху сейчас из известных первых прочтений публичных публика сидит, первых публичных прочтений стихотворений с цикла «Экдопер-Живак». И она со мной согласилась. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Теперь мы слушаем Сложеницы. Матрёнин двор На 184-м километре от Москвы по ветке, что идёт к Мурому и Казани, ещё с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стёклам, выходили в тамбур, чинят пути, что ли, из графика вышел. Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались. Только машинисты знали и помнили, отчего это всё. Да я. Летом 1956-го года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад. Просто в Россию. Ни в одной точке её никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. мне 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 хотелось в среднюю полосу, без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой внутренней России, если такая где-то была, жила. за год до того по всю сторону уральского хребта я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли, а меня тянуло учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться в пустую проезжу, но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского блано и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что кадры уже не сидели здесь за черной кожаной дверью, а за остекленной перегородкой, как в аптеке. Все же я подошел к окошечку робко, поклонился и попросил. Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда. Каждую букву в моих документах перещупали, походили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была. Все ведь просятся в город да покрупней. И вдруг таки дали мне местечко, высокое поле. от одного названия веселила душа. Название не уголо. На взгорке между лошков, а потом других взгорков, цельно обомкнутые лесом, с прудом и плотинкой, высокое поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше, когда ниоткуда не слышно радио и все в мире молчит. Увы, там не пекли хлеба, там не торговали ничем съестным, вся деревня волокла снедь мешками из областного города. Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва разговаривать со мной не хотели, потом все же походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели, и отпечатали мне в приказе торфопродукт. Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое. На станции торфопродукт в состарившемся временном серодеревянном бараке висела строгая надпись «На поезд садиться только со стороны вокзала». Гвоздем по доскам было доцарапано и без билетов. А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом. Билетов нет. Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В торфопродукт легко было приехать, но не уехать. А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие непрохожие леса. Потом их вырубили торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свел под корень изрядно гектаров леса и выгодность был в Одесскую область, на том свой колхоз возвысив, а себе получив героя социалистического труда. Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался поселок. Однообразные худо-штукатуренные бараки тридцатых годов и с резьбой по фасаду со стекленными верандами домики пятидесятых. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящие до потолка, так, чтобы снять комнату с четырьмя настоящими стенами. Над поселком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь поселок проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густо дымящие, пронзительно свистя таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без ошибки я мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрываться радиола, а по улице пображивать пьяные, да подпыривать друг друга ножами. Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыне. Там дул такой снежный ветер ночами, и только звездный свод распахивался над головой. Мне не спалось на станционной скамье, и я чуть свет опять побрел по поселку. Теперь я увидел крохотный базарец. По ране единственная женщина стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же. Меня поразила ее речь. Она не говорила, а напевала умильно, и слова ее были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии. Пей, пей с душою желадной, ты потай привержий, а вы откуда, просветлил я. И узнал, что не все вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги бугор, а за бугром деревня, и деревня эта Тального, испоконана здесь, еще когда барыня была цыганка и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идет деревень, Часлицы, Авенцы, Спудни, Шевертни, Шестимирова, все поглуше от железной дороги подали к озерам. Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию. И я попросил мою новую знакомую отвезти меня после базара в Тального и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом. Я казался квартирантом выгодным. Сверх платы сулила школа за меня еще машину торфу на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже неумильные. У самой у нее места не было. Они с мужем воспитывали ее престарелую мать. Оттого она повела меня к одним своим родным и еще к другим. Но и здесь не нашлось комнаты отдельной. Везде было тесно и лопатно. Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. Миле этого места мне не приглянулось во всей деревне. Две-три ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки и выходили на берег гуси, отряхиваясь. Ну, разве что к Матрёне зайдем, сказала моя проводница, уже уставая от меня. Только у неё не так уборно, в запуще она живёт, болеет. Дом Матрёны стоял тут же, неподалеку, с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытой щепою на два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий, восемнадцать венцов, однако изгнивала щепа, поселели от старости брёвна сруба и ворота когда-то могучие, и проледилась их обвержка. Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завёртку, нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но и в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные мосты, высоко осенённые крыши. Налево ещё ступеньки вели вниз в горницу, отдельный сруб без печи и ступеньки вниз в подклить, а направо шла сама изба с чердаком и подпольем. Строено было давно и добротно на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет шестидесяти. Когда я вошёл в избу, она лежала на русской печи, тут же у входа, накрытая неопределённым тёмным тряпьём, таким бесценным в жизни рабочего человека. Просторная изба и особенно лучшая приоконная её часть была уставлена по табуреткам и лавкам горшками и катками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки показалось мне жёлтым, больным. И по глазам её замутнённым можно было видеть, что болезнь измотала её. Разговаривая со мной, она так и лежала напеченечком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости заполучить квартиранта, жаловалась на чёрный недуг, из приступа которого выходила сейчас. Недуг налетал на неё не каждый месяц, но налетев, держит два дня и три дни, так что ни встать, ни подать, я вам не приспею, а из бубы не жалко, живите. И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет мне покойней и угожей, и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой был, поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублёвыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене для красоты. Здесь было мне тем хорошо, что по бедности Матрёна не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать. И хотя Матрёна Васильевна вынудила меня походить ещё по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась, не умемши, не варёмши, как утрафишь, но уж встретила меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в её глазах от того, что я вернулся. Поладили о цене и о торфе, что школа привезёт. Я только потом узнал, что год за годом многие годы ниоткуда не зарабатывала Матрёна Васильевна ни рубля, потому что пенсии ей не платили, родные ей помогали мало, а в колхозе она работала не за деньги, за палочки, за палочки трудодней в замысленной книжке учётчика. Так я поселился у Матрёны Васильевны. Комнаты мы не делили. Её кровать была в дверном углу у печки, я свою раскладушку развернул у окна и, оттесняя цвета любимые Матрёнины фикусы, ещё у одного окна поставил стол. Электричество же в деревне было, его ещё в двадцатые годы подтянули от шатуры. В газетах писали тогда «Лампочка Ильича», а мужики глаза Тараща говорили «Царь, огонь». Может, кому из деревни кто побогаче, изба Матрёны и не казалась доброжилой. Нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша. От дождей она ещё не протекала и ветрами студёнными выдувала из неё печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохудившейся стороны. Кроме Матрёны и меня жили в избе ещё кошка, мыши и тараканы. Кошка была не молода, а главное колченога. Она из жалости была Матрёной подобрана и прижилась. Хотя она ходила на четырёх ногах, но сильно прихрамывала. Одну ногу она берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания её опол не был кошачьим мягом, как у всех, а сильный одновременный удар трёх ног. Туп! Такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтобы беречь четвёртую. Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась. Она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то ещё по хорошей жизни оклеил Матрёнину избу рифлёными зеленоватыми обоями. Да не просто в слой, а в пять слоёв. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между брёвнами избы и обойной шкурой мыши проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед к шуршанию, а достать не могла. Следующая запись тоже важная и интересная. Их тут окажется две даже. Значит, я сейчас только открою пока мне приходится тут скакать туда-сюда встроить. Сейчас. плюс. Да. Значит, мы говорим о записях редких Лидии Корнеевны Чуковской. Значит, вот найдена запись, где она читает свои стихи. И я даже переслал её Павлу Коричкову, чтобы у него это тоже было. Значит, вообще с чего вдруг. Ну, к этой записи, конечно же, я не мог не привести её цитату, где я чуть-чуть зачитаю, чтобы целиком она длинная, но она как бы отражает ту мысль, что всё ходит по кругу и повторяется. Хоть и по спирали, но повторение событий идёт. И она пишет. Наши дни один за другим следуют судебные процессы под разными преломами. Открыто, прикрыто, полуприкрыто. Судит слово устное и письмное. Судит книги написанные там и напечатанные за границей. Судит журналы, печатанные на родине. Но не в типографии. Судит сборник документов, изобретающих беззаконие суда. Выкрик на площади судит. Зачитаю арестованных. Слово подвергает Ганееву. Как бы для того, чтобы ещё раз подтвердить старую истинную влюбившуюся Эльву Толстому. Слово это поступок. И она задает вопрос. Что привело нас к этой небывалой беде? К этой совершенной беззащитности людей, перед набросившейся на них машинами. К этому невиданному в истории слиянию, сплаву, сращению органов государственной безопасности. Ежеминутно, денно и ночь нарушавших закон. С органами прокуратуры, существующих, чтобы облюсти закон, угодливо ослепшие на целые годы. И, наконец, газетами, признанными защищать справедливость, но вместо этого планомерно, механизировано, однообразно, извергавшими клеветон нагонимых, миллионы-миллионы положивых слов о ныне разоблаченных, матерых, подлых врагах народа, продавшихся иностранным разведкам. Как и когда оно свершилось, это соединение, несомненно, самое опасное из всех химических соединений, ведомых ученых. То есть это большая цитата. Ну, а теперь вот, собственно, к самой фонограмме. На олимпийских играх в Монреале Кому-то первенство не удержать, Кому-то не отдали, Кому-то дали, Олимп, а я Не плавок, Не бежать. Другой игрой в монастыре зеленом Я занята под крохот тишины И присягала Я не стадиона. Мне никаких медалей не должны. Сверстнику с каждой новой могилой Ни смиренья обунт. Неужели, мой милый, и тебя погребут? Четко так молоточки Бьют по шляпкам гвозды Жизнь и точные точки И твоей, и моей. Мы ведь свестники братства И седины и годим. Нам пора собираться Кот рождения один. Помнишь детское детство, Школа вместе домой, Помнишь город наследство, Мой и твой, твой и мой, Мерли кони и люди, Глад и мор и глад, От кронштадтских орудий Вогнах стекла дрожат. Тем и кончилось детство, ну а юность тюрьмой, Изуверством, изверством, зрелость тридцать седьмой. Необъятный, беззвучный, нескончаемый год, Он всю жизнь безотлучный В нашей жизни живет, Наши раны омыла Свежей кровью война, Грохотала и выл, хохотала она. О, чистые слезы разлуки На грязном вагонном стекле, О, долгые мертвые руки На зимней промерзшей земле. Замороженный ад, город морг, Ленинград. Помнишь смерть вурдалака И рыданье во след. Ты, конечно, не плакал, Ну и я тоже нет. Мы ведь сверстники, братья, Я да ты, ты да я, Поколенью объятия Открывает земля. Поколенью повинных, Поколовные сплошь, Поколенью невинных, Ложи кровь, Кровь и ложь, Поколенью забытых, Опечатанный след. Кто там кричит забитых? Нет и не было, нет. Четко бьют молоточки, указания читки. У кого там цветочки? Эй, давайте венги. В строй вступает могила, все приемлет земля. Непонятно, мой милый, это ты или я. март апрель 1984 переделки на Москва. И там дальше есть вторая фонограмма, очень интересная. Она сама, Лидия Корневна, где она что-то говорит о том, что она будет читать. И после этого фрагмента дальше идет довольно грустная фонограмма. это прощание с ней уже у гроба, где говорят Солженицын прощальное слово говорит, Мерестов, Корнилов, там три выступающих, к сожалению, это то, что сохранилось. Я вообще не знаю и не уверен вообще существует еще где-то вот такая запись. Довольно редкие вещи. Мало вообще тогда записывали такие прощания или мало до нас нашлось. Вот эти фонограммы я склеил в одно для того, чтобы человек мог и прослушать, а потом после этой вводной услышать вот это. То есть мы эту фонограмму дадим и ссылки мы все дадим под постом на источники, чтобы люди могли зайти послушать полностью всю фонограмму. Потому что если мы целиком будем вставлять в видео дорогие мои друзья фонограмму целиком, мы не можем ставить, потому что тогда этот сюжет растянется на несколько часов. А для того, чтобы вы просто ознакомились с конвой, а дальше кто захочет он пойдет и послушает кому как понравится. Я сейчас эту фонограмму просто включу. Я его знала очень плохо, хотя связаны мы были тем, что он кончил тоже тенижское училище, что и я только раньше. И он туда иногда приходил просто как в тенижевице. Читал стихи. Ну, я совсем не подражаю, но он читал так, как будто он поднимал на голове стакан воды и все выше, выше. В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем. И блаженное бессмысленное слово в первый раз произнесем. В черном бархате январьской ночи, в бархате всемирной пустоты все поют блаженных жен родные очи, все цветут бессмертные цветы. Дикой кошкой горбится столица, на мосту патруль стоит, только злой мотор во мгле промчится и кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, часовых я не боюсь, заблаженное, бессмысленное слово я в ночи январьской помолюсь. Слышу легкий театральный шорох и девическое ах, и бессмертных роз, огромный ворох, у киприды на руках. У костра мы греемся от спути, может быть, века пройдут, и блаженных жен родные руки легкие пеку соберут. Где-то хоры сладкие орфея и родные темные зрачки, и на грядке кресел с галереи падают афиши голубки. Что ж, гости, пожалуй, наши свечи в черном бархате всемирной пустоты, все поют блаженных жен крутые плечи, а ночного солнца не заметишь ты. Скородавшая русской литературе, поэтому всю жизнь столько терпевшая от разных эпох и разных властей, женщины высочайшей стойкости и великого мужества. Вслед за своей старшей современницей Анной Ахматовой, она чей живой облик она нам оставила, она была в праве сказать, мы ни единого удара не отклонили от себя. Она не была политиком, она даже не была общественным деятелем, но она верила в достоинство человека, в его свободу, еще верила в силу и могущество, и бесконечность царственного слова. Собственно, о чем здесь Корнилов говорит, потому что мы знаем ее историю, она не являлась диссидентом, но была человеком, который занимался внутренним содержанием, была на полном пармозащите сама по себе, и много пострадала, и была в местах заключения сама по себе, я говорю, о Лиде Корнеевне Чеховской. И это все знали, это все ценили, и вот Корнилов об этом, говорит, мы ни единого удара не пропустили. Владимир Николаевич такими отточенно верными и такими объемными словами описал все стояние Лидии Корнеевны в окружающем обществе в эти десятилетия, всю связь ее с литературой, ее публицистическую и нравственную позицию что уже трудно что-нибудь добавить к тем немногим словам, которые я высказал в первый день кончины Лидии Корнеевны. Я хотел бы еще добавить вот, пожалуй, что Лидия Корнеевна была удивительно чуткой ревнительницей и ценительницей традиции русской литературы. Слово традиции здесь самое главное. Она до такой степени пронзительно ее чувствовала, что никакое новое литературное явление, факт, книга, произведение не оценивало и не были для нее одиночным событием. Но сразу она увязывала и соединяла это, сопоставляла это с хранимой в душе традицией. И все, что этой традиции соответствовало, что в нее ложилось, как бы ни было оно ново, своеобразно, в соответствии с эпохой перестроено, но не противоречило этой традиции, не диссонировало с ней. Все это она принимала с большим пониманием, с глубокой оценкой. А то, что резко и принципиально шло на перерез этой традиции, на опрокид ее или в хулу этой традиции, она не принимала просто с порога, отталкивала, потому что она была, повторяю, ревнительницей и ценительницей традиции. К сожалению, в наше время, в наше вообще бедственное и литературно бедственное время, таких ценителей и ревнителей становится, увы, все меньше. И поэтому наша потеря сегодня чрезвычайно ощутительна. И дальше мы идем. Значит, следующая фонограмма совершенно из другого плана и ряда. Скорее всего, это Цветаевский круг. Значит, это Юрий Завадский. И мы знаем, я давно в этом знаю, что где-то незадолго перед смертью он записывал, сначала к нему приходили люди с магдафоном, можно уточнить, кто именно, и записывали, как он начитывает Евгения Онегина. И эти записи есть на старом радио. Довольно большие куски записал Евгения Онегина. Мне очень нравится, как он читает, и как он по-французски начинает этим своим голосом. А я нашел фонограмму, где он уже без них самостоятельно на какой-то диктофончик, магнитофончик сам записывает, тренируясь Моцарта и Сальдерия. И там он сам останавливается и перечитывает. Эта запись всегда ценна тем, что обычно мы видим готовый продукт. То есть готовые фонограммы, прилизанные, вычищенные, в хорошем смысле этого слова, они в формате любого радиовещания и так далее. А когда тренировочные, как правило, не сохраняются или не доходят до публичности. А там очень много интересного. Ведь мы в динамике видим, как он разрабатывает, как он и так пробует прочитать, и так пробует прочитать. И так далее. То есть он перепрочитывает не потому, что он оговорился или обмешуливался или ошибся, а ровно потому, что он ищет. Вот эта работа, она очень интересная для людей, как минимум, те, кто пытается делать такие же вещи, хотя бы даже мысленно проговаривают. Что ты, то или иное. И я хочу поставить эту фонограмму, сейчас я вам покажу кусочек дуру. Славыч, что пользы, если Моцарт будет жить и новой высоты еще достигнет, подымет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. наследника нам не оставит он, что пользы в нем, как некий серувин. Он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылые желания в нас, чадах, праха. Пусть ты улететь, так улетай же, чем скорее, тем лучше. вот яд, последний дар моей зоры. Остнадцать лет ношу его с собой, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной, и сидит я часто с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушения не преклонился я, хоть я и трусь, хоть я обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнью все медлил я, как жажда смерти мучила меня, что умирать, я мне быть может жизнь мне принесет нежданные дары, быть может посетить меня восторг и творческой ночи вдохновенье, быть может Овегайден сотворить великое и наслажу с вами, как пировал я с гостем ненавистом, быть может мил я злейшего врага найду, быть может злейшая обида, меня с подменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты дары и зоры, и я был прав, и наконец нашел я моего врага, и новый гальден меня восторгом дивно упоил, теперь пора заветный дар любви переходи сегодня в чашу дружбы. особая комната в трактире фортепиано Моцарт и Сальери за столом Сальери что ты сегодня пасмурен я нет ты верно Моцарт чем-нибудь расстроен обед хороший славное вино а ты молчишь и хмуришься признался мой рейки меня тревожит ты сочиняешь рейки давно ли давно недели три но странный случай не сказывал тебе нет так слушай недели три домой пришел я поздно домой сказали мне что захотел за мною тот отчего не знаю всю ночь я думал кто это был и что ему во мне на завтра тот же зашел и не застал опять меня на третий день играл я на полу с моим мальчишкой кликнули меня я вышел человек одетый в черном учтил поклонившись заказанный реквием из краса не знаю как кому дело как бы вкуса нарезать не хочу но покажите мне сегодня кто так прочитает есть кто-нибудь назовите фамилию было потом видимо позже смоктуновский читал и у меня было интонации поразительно он знал что задумывал заводский нет конечно просто очень похоже просто очень я сразу меня перед глазами встает смоктуновский два больших мастера ну интонации я думаю что что он первичный и потом он не актер дело в том что давайте представим значит заводский лежит это еще не на адрен но он как бы в лежачем положении включая на питофончик никого нет один на один актерствовать актер актеры читавать публики нет он весь погружен в то что он делает абсолютно 100% растворить матери текст тем не менее высвечивается просто какой текст мурашки у меня лично мурашки как говорят зачем вы на меня кстати видите вот это воздействие мощнейшее мощнейшее там интересно то что когда появляется Моцарт голосом заванского да вот здесь ты чувствуешь весь драматизм потому что когда он считает только за сальери ну да ну мы можем по-разному интонировать второй характер как вдруг пошел этот голос отсутствующий моцартовский вот такой да три недели да вот это здорово и это происходит одним голосом вот здесь ты чувствуешь да вот это удивительная фонограмма вот в динамике в работе как там же это же только маленький кусочек она ты сама знаете на сколько на почти на 50 минут этих тренировок то что он сам с собой да сам один несколько сессий это же на пленке за сколько дней он это писал в каких состояниях он был в понедельник это было ли среда мы не знаем а это какой год утро вечер это очень давно это предположительно 1977 год довольно прилично вот такая история следующая значит я отталкивался от фонограммы которую я обнаружил практически она была частично опубликована Фадимой Александровной Солказановой это исполнительным директором в 19-х годах русской службы радио Свобода но уже к тому времени она была на пенсии и в общем через полтора года она ушла из жизни я к ней приезжал в Париж в 2013 году насколько я помню по-моему в 2013 году и у меня было шесть суток чтобы снять весь ее архив сбоку в Париже в ее доме в Вильживе у нее такой дом в два этажа и я на первом этаже работал сеанс одновременной игры на нескольких магнитофонах как у шахматистов на нескольких то есть самый разный формат магнитофонов вплоть до того что приходилось что-то докупать в комиссионке какие-то форматы катушки CD не помню мини дисков не было но были CD помню катушки километровки и что-то еще в общем да и кассетники очень много было компактных кассетов и там среди этих фонограмм ее исходники интервью которое она брала на основе которых она делала там кусочки вставляла нужную программу у себя на радио там я обнаружил прямую цитату ученицы Гумилева Адоевцевой Ирины где она говорит о чем она говорит она говорит речь шла о последнем стихотворении она много чего говорит но сейчас конкретно об этом о последнем стихотворении Гумилева значит когда Гумилев сидел на шпалерной перед расстрелом казнью ходит байка что он оставил последнее стихотворение и приписывается вот такой текст я вам ее прочту сейчас ладно вопросительный знак последнее стихотворение Гумилева пишет так в час вечерний в час заката каравелл крылатый проплывает Петроград и горит на ордяном диске ангел твой на велиске словно солнце младший брат а у нас на уплой лодке только синие решетки перекрещенных штыков где лапзавший руку дамам низко кланяется хамам видно жребий на штыков я не трушен я спокоен я поэт моряк и воин не поддамся палачу пусть клинит клеймом позорным знаю с густком крови черным за свободу я плачу но за стих и за отвагу за сонеты и за шпагу знаю город гордый мой в час вечерний в час заката каравелл крылатый отвезет меня домой значит батальные споры вокруг этого стихотворения они бесконечны десятилетия спорили те кто еще что-то мог знать и помнить а после них продолжали спорить те кто уже ничего не знал и помнить не мог парижский издатель и следователь и русист Никита Алексеевич Стровы мне однажды довелось его мучить в интервью с расспросами о парижских записях Анны Андреевны Ахматовой так вон он в семидесятом году публиковал стихотворение под именем Гомилёва с обоснованием авторства на его вкус и он только подбил масло в огонь потому что он написал мы ничего не знаем о происхождении тюремного в кавычках стихотворения Гомилёва оно сейчас довольно широко уходит в списках среди литературовидов но как и из какого архива попало им в руки нам неизвестно однако общее впечатление и стилистический анализ говорят в пользу подлинности этих пресмерных стихов Гомилёва в худшем случае мы имеем дело с первоклассным подражанием написанным большим знатоком гомилёвской поэзии усвоившим не только ее внешние приемы но и дух конец цитаты так откуда же вообще взялись стихи кто будто бы видел их на стене в камере на шпалерной где сидел Николай Гомилёв а что нам делать с другой надписью на стене оставленной Николаем Степановичем Гомилёвым Георгий Андреевич Стратановский арестованный в осенью 21-го года был освобожден впоследствии и к этому делу не имел отношения он сидел в той же камере на шпалерной где до него сидел Гомилёв и он рассказал сыну впоследствии не сразу о надписи нацарапанной на стене и это приписывается Гомилёв в господи прости мое прегрешение иду в последний путь Н. Гомилёв в кавычках и о чем сын рассказал десятилетия спустя когда имя Гомилёва начал выходить из-под запрыг потому что до того было страшно и у нас есть воспоминания Ирины Адоевцевой где она категорически отвергает как это стихотворение так и его стилистику и о том она говорит что с какой вообще стати Гомилёв стал бы писать на стене это стихотворение дурацкое как она говорит когда у него великолепная память была и вероятно не собирался ну как бы у него абсолютно жизнь элизабетонная аргументация мало того она как его ученица уж кому-кому не ей можно говорить о стилистике да своего преподавателя учителя поэтессе я сейчас попробую поставить эту запись поэту было 35 лет когда его расстреляли после его смерти возникли легенды их много одна из них о том что на стене камеры он выцарапал будто бы стихотворение я не трушу я спокоен я моряк поэт и воин не поддамся палачу пусть клеймят клеймом позорным знаю сгустком крови черным за свободу заплачу это был отрывок из стихотворения которое приписывается Николаю Гумилёву а вот что ответила близкий друг Гумилёва Ирина Доевцева на мой вопрос о том как погиб Николай Гумилёв в общем ничего не известно кроме дурацкого стихотворения который был как будто он его вытракал это конечно чепуха потому что какие-то вирши и когда приписывают Гумилёва в общем ничего не известно кроме дурацкого стихотворения которое он как будто бы выцарапал это конечно чепуха ничего у него не было чем он мог бы выцарапать эти стихи когда он умирал он конечно чувствовал себя героем он умирал геройской смертью поэтому не мог написать пусть клеймят клеймом позорным не мог Гумилёв и написать о себе я моряк поэт и воин он мог написать я герой поэт и воин он мог назвать себя мореплавателем но никак не моряком моряк это человек который служит на флоте офицер Гумилёв на флоте не служил и не мог допустить в своем стихотворении такой неточности и не мог Гумилёв так безграмотно выражаться так что об этом стихотворении даже смешно говорить оно никакого отношения не имеет к Гумилёву Ирина Дуевцева рассказывает еще об одном слухе который ходил по Петрограду еще был слух что он когда к нему пришли то он думал что его освобождают он все время ждал что его освобождают и он сказал а священник а ему сказали нет не священник тогда он перекрестился и сказал ну идем так так он все время ждал что его освободят и он вскочил говорит а с вещами а ему сказали нет не с вещами тогда он перекрестился и сказал ну идем так ли это было или нет я не знаю кроме того говорили так же будто какой-то расстрельщик говорил а он все время фанфоронил мы его тут и прихлопнули он все время фанфоронил ваш гумилев конечно стоит упомянуть о горьком ну проведено очень много исследований на эту тему ну выжимка примерно такая что ну во первых по предположению психотворения это скорее всего написано поэтом прозаиком моряком Сергеем Колбасиевым который тоже был в этой же камере есть такие предположения теперь о горьком никаких слухов о его участии в деле гумилева первоначально не ходило а его заступничество стали рассказать лишь много позже задним числом просто для улучшения его репутации это цитата реально горький был косвенно и прямо связан с двумя актами касающимися заключенного гумилева и здесь если нужно будет эту перспективу мы потом разместим как именно косвенно и не прямо участвовал а точнее не участвовал в горьком в судьбе спасения гумилева в общем на самом то деле он никак не участвовал в спасении гумилева и здесь есть абсолютно все подробности включая отсылки на документы с датами с подписами потому что чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией на гороховой 2 и спекуляции от издательства всемирной литературы пришло заявление подписи Горького под этим заявлением вообще не было а второе документ пришел уже через неделю или две после его расстрела ну и так далее то есть это целая история в которой надо разбираться сегодня у нас просто нет такой задачи нам нужно было показать звук значит значит у меня еще тут есть интересный документ я его значит опубликовал на день смерти Надежды Акину Вандельштамов как известно значит это было 29 декабря то есть как бы по числам даты смерти Осипа Милевича в концлагере скажем так в лагере 27 декабря то есть у них даже даты близкие 27 и 29 декабря они ушли значит значит а ее воспоминания о которых Бродский сказал что это судный день на земле для ее века и для литературы ее века вот и мы отсылаем к ним к этим воспоминаниям и далее идет документ следующий звуковой то есть я пишу что я прослушал записи ее телефонного разговора с Марией Розумовой конечно это они звонили из Франции с Андреем Синянским и вот тут я да действительно ранее ошибся это вот эта запись обнаружена во всяком случае обнародована Ивану Никитичу Толстым я дам этот кусочек разговора мне он показался абсолютно такой с ее стороны по голосу совершенно какой-то безнадежный то есть вот ее ситуация ее ощущение одежды Яковлевны абсолютно какой-то беспросветности и безнадежности вокруг и мы это сейчас услышим та запись которая прозвучит сейчас она уникальна мы сейчас узнаем в каких обстоятельствах возникла она дело даже не в том что слышимость ужасающая будет дело в том что какая драматургия стоит за всем этим драматургия задуманная Мари Васильевны Розановой ей микрофон парижская студия 14 июля 76 года а не печально ли что нам здесь за границей приходится рассказывать западным телезрителям и о Надежде Яковлевне и о советских любителях поэзии Мандельштама почему бы кажется всем этим журналистам с их первоклассной аппаратурой не поехать прямо в Москву и не взять интервью на месте и прежде всего у самой виновницы этого торжества в Дании по поводу выхода ее книги и нам пришла мысль тогда в момент этой съемки а не позвонит ли по телефону к самой Надежде Яковлевне пусть почти ничего не слышно в подобных разговорах с Москвой а связь с того и гляди прервется да и самого главного порой не решаешься сказать вдруг подслушивающий этот разговор сотрудники КГБ что-то не так поймут не так растолкуют и им опять померещатся антикоммунисты антисоветчики и мы попробовали алло алло уи парли парли алло Надежда Яковлевна Надежда Яковлевна это Синявский из Парижа ее голос она говорит она повторяет телефон не слышно ничего не слышно алло это Надежда Яковлевна да Маша здравствуйте добрый день как вы себя чувствуете спасибо старуха беспокою я вас вот по какому поводу в Дании вышла ваша книжка черт с ней почему черт с ней я равнодушна прекрасная книжка вышла и датское телевидение сейчас делает по этому поводу большую программу и датчане приехали в Париж с вашей книжкой в руках пришли к нам в дом к Синявскому и попросили рассказать все что он по этому поводу думает и Синявский наговорил массу-массу-массу слов после чего мы решили позвонить и рассказать про все это вам спасибо как вы себя чувствуете плохо кто с вами ничего как настроение настроение хорошее ну слава богу это самое главное с вами хочет Синявский еще поговорить алло Датюшка Яковлевна целую вас обнимаю и поздравляю вот с книжкой очень хорошо издали на обложке на передней стороне ваши два портрета в молодости и в старости а на обратной стороне два портрета Мандельштама а что вы наговорили ну там господи спрашивали чем мне ваша книга дорога какие были споры вокруг этой книги и что я об этом думаю я знаю эту книгу так что ну вот все хорошо прошло спасибо что позвонили я очень просто рада вашему звонку Надежда Яковлевна у меня один частный вопрос кроме вас никто его разрешить не может в четвертой просьбе Мандельштама алло да да там двустиши есть и я не могу найти чье это двустиши и до самой кости ранено все ущелье криком сокола это из перевода что что из перевода ваша то есть это строчка Мандельштама потому что я никак не не мог предположить откуда это ну целую вас всем хорошо да ну будьте здоровы всем привет да это было грустно почти как в стихах Марины Цветаевой обращенных к Осипу Мандельштаму целую вас через сотни разъединяющих верст а дальше еще тоскливее как крик в пустыне целую вас через сотни разъединяющих лет и Марина Цветаева и Мандельштам погибли по вине тех кто не умеет слушать и ценить поэзию кто к ней глух равнодушен а то и беспощаден я думаю мы закончим сегодня на этих словах лучше не скажешь это рефрен ко всем судьбам которые сегодня прозвучали потому что никого из них ну почти никого из них а может быть косвенно-то всех затронуло чаше не мимо да там все попадали в эту переделку такое время было может быть еще мы второй раз вошли в эту воду входим извините что грустно но как бы за какую судьбу не потяни везде происходит структурно одно и то же к сожалению есть еще много фонограмм приготовленных но я думаю что на сегодня достаточно для первого раза я благодарю за доверие за честь мне очень радостно всегда быть здесь и огромное огромное вам спасибо с любовью к вам а а может вопрос ужасно интересно то есть голоса вы представляете это прекрасно но мы можем тоже зайти на радио и их послушать а как вы это делаете вы расскажите в смысле вы говорите я обнаружил а где как вообще как это все таки люди понимали что происходит за кулисами вот этого за фасадом да что за всем этим стоит да за то что мы получаем в результате да слышим голос там я сейчас просто коротко отвечу на этот вопрос хотя это очень 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 большой разговор когда я начинал проект старое радио я ни о чем таком не думал я делал игрушечку как я уже говорил сотни раз что мне не понравилось одно что умерло старое радиовещание а в нем было извините дофига просите за неформальную рейс этих съезды транслировали что там это все пропагали но это была золотая часть которую тоже выбросили вместе с теми то есть что радиоспектакли поэтические чтения музыкальные литературные программы передачи начиная от оперы а перед заканчивая все это исчезло куда то пропало и все и радио стало вот такое бла 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 джингл реклама бла 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 джингл все друг на друга похожи все одно и то же играют ну и чего дальше что сколько можно сначала было интересно потом надоело потом уже просто душило и тошнило а где это все хорошее качественное его нету не стало я думаю надо вернуть никому дела нет никто не собирается а мне бы что-то решили вот я готов заняться стал этим заниматься сделал старое радио а что играть то где брать а его же нигде нету да никто и не даст никакой пути радиофонд мне ничего не давал хотя у них очень много всего первое что я сообразил ну у меня была уже к тому времени какая-то коллекция которую я сам насобирал там ну это там может быть тысяча-полторы каких-то записей но это мне достаточно для радио радио такая штука которая должна иметь громадный запас чтобы человек мог прийти там или текущий эфир послушать или зайти в коллекцию и выбрать что хочет или увидеть то чего вообще не знал или то что он забыл хорошенечко и хочется вспомнить и мне пришло потом в голову кто-то мне даже подсказал слушай а в библиотеках же были эти винилы во всех библиотеках были винильные записи пластинки а нет до того значит я обнаружил раздел в комиссионке и радио спектакль который слушала наша дочка да и наша дочка это из этих плосиночек из этих сказки конечно же я и записывал это все слушал и в машине потом когда мы ездили на дальней дистанции и все это очень маленькая коллекция дальше я подумал и нашел комиссионный магазин один на Шабловке он тогда был где как бы огромный раздел никому не нужного вот этого литературного винила который я потихонечку выкупал оцифровывал и добавлял в коллекцию потом я думаю так а в библиотеках же должно быть я пошел в одну библиотеку вторую третью федеральную детскую библиотеку на Калужской все я оцифровал там годы за два я таскал там они мне доверяли я там приходил с тортиком девочки здрасте давайте я шел в библиотеку выбирал сам что мне нужно сверялся с компьютером а это у меня есть а этого нет потому что запомни все нереально брал там по сто по сто конвертов с виниловыми пластинками самые разные причем это все приходилось осознавать листаешь смотришь университеты миллионов так что там надо это не надо там Ленин опять Ленин опять выступление того я думаю да фига оно мне нужно потом нет историческое надо и вот такое помимо еще литературы естественно и вот это все там пару лет я у них оцифровывал потом журналы кругозор оцифровывал звуковые страницы и весь кругозор фактически на 95 процентов оцифровал и выставил и так далее то есть вот так пополнялась коллекция и потихонечку как бы люди узнавали что такое старое радио я говорю всем что это не коммерческий проект он не для зарабатывания мы ни от кого ни от каких пожертвований денег не принимаем грантов не ищем не надо нам ничего предлагать главное не лишать если у вас есть пленки на этих пленках что-то ценно давайте посмотрим что там вдруг это важно для всех ну там домашние записи где там вы по пьянке поете это неинтересно а вдруг там к вам пришел в карьере на соседнюю дачу в карьере кто-то записал и забрал к себе понятно да многие корреспонденты я обращался к корреспондентам говорю ребят вы же всю жизнь записываете а потом расшифровываете в газету статейку а голоса то где кое-кто из умных оставлял и благодаря этому допустим один из боссов по-моему литературной газете Александр Борин мне передал ценнейшие записи где правая рука директор экспедиции Николая Вавилова Иван Степанович Лихонович был им опрушен в 70-е годы и записано где-то в районе двух-трех часов его воспоминаний в частности там есть история о том как арестовывали в степях в Украине ловили мега ловили КВДшники ловили как его арестовали вот все из первых рук свидетельств ребята это что или другое принес мне человек знаменитый джазовый дирижер и композитор который запустил там несколько сот мелодий которые стали хитами говоря сегодняшним языком в двадцатые тридцатые сороковые годы Александр Аламов лично рассказывает как приходят к нему когда он репетирует с оркестром и его арестовывают везут домой на обыск как потом его пытают как ему скручивать болтами как в четырнадцатом веке грудь которая начинает трещать а он подкручивает следователя тип болты и спрашивает ну так вот теперь то вы что-нибудь еще вспомнили а он мне говорит кости хрустят я сознание не теряю от боли а он еще подкручивает ну говорит может уже вспомнили что-нибудь на вас вот какие свидетельства попадаются понимаете и вот для этих вещей помимо радио потому что это не радиоформат я завел проект энциклопедии звука аудиопедия где там несколько проектов таких как свидетель репортаж школьная фонохристоматия театрология там по полочкам лежит звук сообразного так сказать этики и эстетики вот этих разделов где единственный экземпляр фонограмм где там находится царствие небесное михоев годовщина которого 13 числа которого убили под минском на даче цанавы генерала мгб а потом сделали вид что их раздавили двоих он был со спутником с литературоведом который кстати был не штатный сотрудник мгб и никак не предполагал что окажется жертвой что его тоже подложат под этот грузовик переедут на улице в минске сделав вид что это случайно их переехала машина так убили михоев но мгб который за ним следил был представлен он никак не предполагал что его тоже переедут ну как они там говорили лес рубишь чепки летят понимаете вот такие истории я могу их рассказывать вам десятки часов таких историй разных самых поэтому я говорю возвращаясь к началу для того чтобы найти звук его надо искать искать его надо по самым разным архивам я затеваю сейчас большую программу не знаю получится она или нет и привлекаю туда Артизова он уже знает о моем проекте и хочет встретиться Артизов это директор всего Росархива всего у которых все архивные учреждения о чем идет речь хочу привлечь еще как бы заместитель Добродиева с которым тоже уже разговаривал вкратце хочу встретиться вот это общая программа о чем она спасение звук то есть мне прежде всего надо чтобы запретили выбрасывать все аудиоархивы по всем телерадиокомпаниям областным краевым и так далее где это лежит бесхозно они не знают что с этим делать чтобы нас допустили к этой работе по оцифровке и возврату обратно этого звука неважно это Новосибирск или это Усть-Кут или Нарьенмар везде есть записи если где-то еще остались они выброшены да это первая часть программы вторая часть программы я хочу чтобы мы сделали программу по возвращении русскоязычных архивов из всех сателлитных стран бывшего СССР потому что я знаю я сам разговариваю с людьми в Узбекистане в частности они нам не нужны эти материалы мы уже не используем русскоязычные материалы они на своем на местном на узбекском на таджикском на этом на том русское лежит где-то еще лежит я хочу вывести эти архивы потому что они бесценны вот все что я сегодня рассказывал связано на основе моих публикаций это отдельная история я выставляю это не значит что все знают то есть здесь это новость абсолютно и мне не так сложно находить потому что я перед фастом все равно провожу работу у меня бывает что одна публикация занимает день-два почему потому что когда я начинаю исследовать что связано с этим звуком вдруг выясняется и это и это и это а оно туда перетекает а это сюда перетекает вот там оно соединяется и получается история надо дать историю кусочек истории и приход у меня же я же только кусочек здесь привел допустим когда мы говорили о Лидии Горнинчуковской у меня здесь вот такой километр текста о ней понимаете то есть я прорабатывал это не один день для того чтобы выверить источники откуда что кем она являлась какой их жизненный путь какие события были потому что чтобы сжато дать интересную историю для аудитории чтобы это не прочитало два человека там есть основы жанра в соцсетях они довольно специфические вы можете поставить два одинаковых поста по смыслу по содержанию один будет за миллион а второй там ну сто человек все почему непонятно и так далее там масса таких интересных вот как подать потом этот же пост который не идет я вдруг переставляю текст делаю выноску текстовую наверх и он выстреливает и вот всю жизнь вот это идет образование самообразование как все это все